Толщину льда на популярных у жителей Петропавловска водоёмах замерили инспекторы МЧС. Под проверку попали озёра, расположенные в черте города. Малая Синичкина, Безымянная, Синичкина, Орлишко, Светлое и Медвежье. На озере Малая Синичкина толщина льда всего 7 сантиметров. На Безымянном, Светлом и Медвежьем 8 сантиметров. А на озёрах Синичкина и Орлишко 10 сантиметров. По замерам глыбы толщины льда лёд в среднем 6-8 сантиметров. Это практически на грани того размера, который МЧС условно не рекомендует, но, скажем так, не допускает для того, чтобы люди находились на водной поверхности. В общем-то, это крайне небезопасно. Тем более, если когда люди самостоятельно устраивают катки, то для катков, могу сообщить по нашим требованиям, для минимального числа 12 сантиметров должна толщина льда быть, а для более значительных людских групп, находящихся на льду, это уже 25 сантиметров. И в том и другом случае это уже не подходит на данный момент. В МЧС добавили, что очередной циклон, который подошёл к берегам Камчатки, принёс с собой перепады температуры воздуха. В некоторых районах краевого центра днём температура поднимается до плюс 5 градусов. Это несёт под собой опасность. Подтаявший лёд может в любой момент провалиться под весом человека. Уважаемые горожане, обращайте особенно на прогноз погоды, потому что если температура будет плюсовая, то лёд в среднем после обеда тает от 3 до 5 сантиметров. Поэтому толщина льда уменьшится, и вы просто однозначно будете рисковать своей жизнью. Но несмотря на это, жители и гостей полуострова ничего не останавливает. Они продолжают рисковать, выходя на едва замёрзшие водоёмы. Люди катаются на коньках, лыжах и велосипедах, делают фото на фоне красивых камчатских пейзажей и просто гуляют. К рекомендациям инспекторов уйти с тонкого льда прислушиваются не всегда. Особое внимание проверяющие обратили на Култучное озеро, которое является излюбленным местом горожан. Несколько раз в ходе патрулирований сотрудники МЧС замечали детей, играющих как на берегу озера, так и на самом водоёме. Некоторые прыгали на льду и стучали по нему палками, чтобы проверить лёд на прочность. Другие просто прогуливались по водоёму. Но, как отмечают специалисты, озеро только начало покрываться тонким слоем льда и может не выдержать веса человека. Кроме того, возле берега широкие промоины. Сотрудники МЧС призывают родителей ещё раз поговорить со своими детьми об опасности игр на неокрепшем осеннем льду. Нельзя оставлять их без присмотра вблизи замерзающих водоёмов. Напомним, единый номер всех экстренных служб – 112. По нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона. Вызов возможен из любой точки края, где есть охват операторов сотовой связи.